Добрый день! Вы смотрите программу «Экономикс». Сегодня мы в очередной раз говорим об итогах 2017 года и стараемся как-то посмотреть дальше. В 2018 год я с удовольствием представлю нашего гостя Вадим Сотников, аналитик, индивидуальный инвестор, представитель финансового клуба ИУФ. Вадим, начнем с итогов 2017 года. Для тебя, как для инвестора, для человека, который очень активно следит за рынками, что было наиболее примечательным, что ты можешь вынести из этого года? Добрый день! Спасибо за приглашение, Ренат. Так, конечно, итоги еще, наверное, подводить рано, но тем не менее, все-таки декабрь на носу уже и можно что-то уже подвести. Конечно, очень таким серьезным инфоповодом это у нас криптовалюты, биткоинизации, экономики. Очень много, очень много про это говорится. Большинство инвестдомов даже переключили свое внимание с каких-то фундаментальных компаний, да, то есть как бы с реального бизнеса вот на вот этот сегмент рынка. Но я как бы от своего не отступаюсь, я все равно как бы слежу именно за российскими компаниями, российским бизнесом. 2017 год, можно сказать, что оправдал ожидания мои. Планомерно капитализация компаний, как бы топ-50, да, растет. Доходность явно выше, как бы, чем в среднем по рынку. То есть доходность в 20% это как бы минимальный уровень, которого достигли практически все наши инвестиции. Если пытаться как бы поглубже залезть в эти компании, то мне очень нравится, как в последнее время ведет себя компания «Татнефть». Она как бы считра на дивиденды и последние несколько таких хороших недель роста показывает, что вложение в эту компанию как бы очень оправдано. А есть какие-то там факторы, с чем может быть связано такое поведение корпоративных событий? Ну, на самом деле, как бы они и в ноябре, то есть как бы уже заикнулись о том, что будут хорошие дивиденды по итогам 9 месяцев. И вчера у них был, как бы, дополнительно такой инфо-всброс, что, как бы, там, по-моему, доходность порядка 27 рублей на акцию подтверждена. На этом тоже компания, опять же, выстрелила. Обещали, что будут хорошие инвестиции в нефтепереработку, чуть поменьше в нефтедобычу. И в целом инвесторы смотрят позитивно в эту компанию. Ну, плюс есть какие-то дополнительные такие подковерные спекуляции, о них я сейчас разговаривать не буду. А я в целом, как бы, сторонник того, чтобы смотреть на, как бы, отчетность именно финансовую. И пока у этой компании все неплохо. Ну, ты уже сказал, что, в принципе, 20% это тот рубеж, который удалось достичь. В принципе, если по результатам смотреть, это больше произошло из-за того, что какие-то отдельные компании показали большой рост. Или вот реально ряд компаний и хорошие дивиденды дали, и прибыль по итогам года. Так, ну, что могу сказать. У нас по итогам прошлого года был сформирован определенный портфель. То есть мы хорошо вкладывались в нефтепереработку. Мы остались в ведущих и нефтяных компаниях. Мы смотрели на металлургов. И не зря, я считаю. То есть, как бы, в портфеле есть компания металлургического сектора. И в целом вот эти отрасли показали себя неплохо. Да, может быть, нефтепереработка не так выстрелила, как мы хотели того. Но в этом отчасти виноват хороший 16-й год, когда компании уже тогда выросли. А что касается нефтянки обычной, то и Лукойл хорошо себя показал. То есть с локальных минимумов там в 2,600 уже сейчас на 3,5 идет акция. И опять же, Грутатнефть хорошо себя показывает. По металлургам практически все компании металлургического сектора очень хорошо себя в этом году показали. Отчасти тут способствует и спрос со стороны Китая, и уголь вырос, и как бы цены на металл выросли. У меня сейчас в портфеле магнитогорский комбинат очень хорошо показал рост, там чуть ли не в 40%. Были компании другие, которые я не успел взять вовремя в портфель, такие как Северсталь. Но тем не менее металлургия очень хорошая цифра показывает по итогам 2017 года. Вот те факторы, которые ты обозначил для этих компаний, будут ли они играть роль в 2018 году? Если широко смотреть на рынок, что будет в 2018 году, ну и в последующих определять динамику от рынка акций? Про Россию больше говорим, да? Да, конечно, про Россию. Но может быть какие-то политические события на международном уровне? Да, на самом деле очень важно будет март 2018 года, когда произойдут выборы. Я думаю, каких-то таких неожиданностей произойти не должно. Но будут некоторые изменения, я думаю, в плане того, как будут верстать бюджет будущих годов. И об этом по-любому уже летом начнут говорить. Из-за этого могут измениться некоторые показатели у крупных госкомпаний. То есть, в первую очередь, там, Роснефть, Газпром. Возможно, какие-то проекты получат новый такой, скажем, импульс. И какие-то проекты могут быть заморожены. Но если говорить о тех секторах, куда вкладываем мы, наверное, я думаю, что 2018 год будет очень похож на тот же 2017. То есть, определенная стагнация будет в ритейле. Я не вижу пока определенных таких драйверов роста серьезных. Опять же, магнит показывает, как очень тяжело выкупаются такие сильные падения. Если бы у компании были хорошие перспективы, даже такой инфоповод, как продажа части акций, давным-давно выкупился бы. Если бы у инвесторов было ожидание, что ритейл вырастет. По поводу стройки хорошо вижу показатели. Потому что сейчас стройка находится в плачевном состоянии. И какие-то дополнительные субсидии, помощи при рождении детей, субсидии ипотеки до 6%. Все это должно помочь таким компаниям. На самом деле, московские компании касаются, у которых будет получше ситуация. Ну, нефтянка, я думаю, хорошо себя покажет. Потому что последняя договоренность касается и всего 2018 года. По сокращению ОПЕКа. Да. Поэтому, я думаю, у компании типа Лукойла, у, наверное, компании... Ну, даже дать нефть еще так же может вырасти. Будут хорошие перспективы. Про Роснефть тоже можно было сказать, что будут перспективы. Но очень много у нее других обязательств, не связанных с новым бизнесом. Поэтому тяжело загадывать, как по этой компании служит судьба. Ну, вот пока такое ощущение по поводу 2018 года. Хорошо, спасибо. Перейдя ко второй части программы, про портфель, про, в принципе, теорию оценки компаний. Такой вопрос небольшой. Мы вначале начали говорить о биткоине. Это пока игрушка или какая-то серьезная, недооцененная инвестиция? Вот такой короткий взгляд, если можешь сказать. Ну, для меня это все-таки, как бы, некий такой хайп, да. То есть, очень много людей в него играют. И, возможно, есть даже серьезные игроки, но которые все равно в него играют. То есть, рано или поздно игра эта закончится. И на самом деле тут, как бы, просто вопрос времени, когда это произойдет. Вот часто говорят о том, что криптовалюта, она хороша тем, что, как бы, хранится на распределенной базе данных. Я считаю, что вопрос, где хранится информация о деньгах, то есть, в централизованной базе или в распределенной, это чисто технический вопрос. Гораздо важнее знать, кто эмитент этой бумаги и что предпринимает эмитент для того, чтобы данная валюта была свободно конвертируемая. Пока у биткоина с конвертируемостью очень большие проблемы. Нельзя просто так сходить, там, что-то на него купить. То есть, это какие-то подпольные, там, биржи, где-то рабочие, где-то нерабочие. Вывести на служб банковский счет тоже чрезвычайно сложно все это. Приходится пользоваться какие-то анонимные кошельки. Пока все эти вопросы не будут улажены, вопрос о конвертации биткоина не стоит как таковой. А раз не стоит вопрос о биткоине как о деньгах, то сложно анализировать, как этот вид актива будет себя чувствовать в будущем. Хорошо. Перейдем к портфелю. В целом, вот LFA работает над тем, чтобы создать какой-то такой диверсифицированный, высокодоходный, безрисковый, ну, с низким риском портфель. Давайте по всем параметрам пройдемся. Вообще портфельная теория. Что из себя представляет? То есть какие бумаги вообще можно выбирать в нее? Вот в LFA как работа ведется на этот вопрос? Да, у нас в лаборатории фундаментального анализа встал вопрос уже в полный рост о том, как наши проанализированные компании сложить аккуратно в портфель, который будет приносить заданную доходность. Портфельная теория давным-давно уже сформировалась. Она основана на двух критериях – на доходность и на риске. То есть хочется риск минимизировать, а доходность максимизировать. Где-то есть определенная точка, где мы получаем максимально возможную доходность при минимальном риске. Но я исхожу из чего? Что для меня важным моментом остается все-таки доходность. А риски в российской экономике, они, так скажем, больше, наверное, геополитические, чем те, по которым пытаются в портфельной теории их посчитать. То есть пытаться сосчитать корреляцию того, что было в прошлом с широким рынком. Я от этого все-таки отстраняюсь. Для меня это не есть основной вид риска. Я именно сторонник того, чтобы смотреть на компанию фундаментально и видеть ее основные, так скажем, проблемные места с точки зрения самого существования бизнеса. Потому что в России бизнес все еще высокомаржинальный. То есть мы привыкли к высокой инфляции. Предприятия умеют зарабатывать высокую маржу, чтобы покрывать такие проценты инфляции. И на самом деле вся проблема в российском бизнесе заключается в том, чтобы просто бизнес сохранить. То есть если фундаментально бизнесу мало что угрожает, он показывает год из года вполне хорошую маржинальность по операционной прибыли, то в такую компанию можно вкладываться. И о предыдущих годах, когда, допустим, наблюдалось какое-то снижение корреляции, наоборот увеличение ее, как бы сравнение с широким рынком, можно оставить в стороне. То есть именно я говорю о доходности и о возможности сохранения бизнеса как такового. Если использовать инструменты исключительно российского рынка, каков должен быть состав портфеля, то есть количество эмитентов, при котором достигается оптимальная локация активов и диверсификация, о которой очень часто говорят? Ну, тут можно взять как вариант похожий уже индекс типа ММВБ. Для меня оптимальным уровнем компаний остается значение около 20. И важным моментом является, чтобы в портфеле было как можно больше различных секторов. То есть если посмотрим на наш ММВБ, то есть там проценты, наверное, 85 – это как бы нефтегаз и банки. Это по капитализации, да, наверное? Ну да, то есть как бы основа. А по весе в индексе, наверное, да? Да, да. А если все-таки делать портфель более такой разносторонний, то было бы хорошо иметь и… Причем в равных пропорциях, да, как бы и металлургов, и как бы ритейлов, и, возможно, строителей, может быть, машиннообработку, опять же, как бы нефтепереработку. Пока все-таки вот тот индекс, который предлагает ММВБ, он, по моему мнению, очень однобокий. То есть я стараюсь его как бы расширить именно за счет того, чтобы каждый сектор, будь он большой или маленький, получил необходимую долю в нашем портфеле. Окей, вот мы разделили по секторам компании следующий принцип, какое будет деление. То есть мы посчитали доходность, определили, что эта бумага, в принципе, должна быть, какую долю ей дать в нашем портфеле. Да, это важный вопрос был. То есть я к нему обращался в свое время. Пришлось ранжировать все компании по ожидаемой доходности. То есть если мы просчитываем компании обычно там на 5 лет вперед, мы можем предположить, какую цену за одну акцию мы можем увидеть через 5 лет. Таким образом, мы можем получить доходность, годовую доходность. И исходя из вот этой потенциальной доходности, мы можем каждой компании дать свой вес. То есть чем больше доходность у компании, тем больше вес она получает. Но там, конечно, не в абсолютных выражениях, иначе все между портфеля уйдет одной компании. Конечно, есть определенные ограничения, то есть есть не более определенного процента каждая компания может получить. Но так или иначе, важным моментом именно является, чем больше доходность компании, тем больший процент веса будет иметь компания в портфеле. Если у компании доходность не очень большая, мы можем ее либо вообще не включать, либо можем включить, но с небольшой долей. Если будет, допустим, у компании с минимальной доходностью в дальнейшем просадка какая-то по рынку, тем самым доходность будет от новой цены другая, она увеличится. И тем самым в этот момент мы можем компанию докупать. То есть в этот момент происходит перераспределение, в этот момент компания получит дополнительное место в весе индекса. Это главный момент, я считаю. Хорошо, вот ты немного затронул вопрос оценки компании. Насколько мне известно, твоя научная работа тоже была посвящена этой проблеме. Мог бы ты вот кратко рассказать о том, как ты подходишь к оценке компании, как узнать, насколько она перспективна? Оценка компании на самом деле дело не хитрое, но очень кропотливое такое и долгое. Важным моментом, конечно, является бухгалтерская отчетность, желательно составленная по стандартам международным, МСФО или ГАП. И к чему я прихожу? Во всех отчетностях часто выделяют чистую прибыль. Чистая прибыль на самом деле очень грязная. То есть туда подмешивается много различных параметров, много различных корректировок, начиная от амортизации защитной каким-то образом, заканчивая какими-то неоперационными расходами или доходами. Мы не можем предугадать, как компания будет себя вести с точки зрения каких-то неоперационных расходов-доходов в будущем. Мы можем видеть лишь основной ее бизнес. Поэтому я важным критерием ставлю именно операционную прибыль или маржу операционной прибыли. От нее мы можем дальше высчитывать все остальные параметры. То есть если у бизнеса есть определенная маржа по операционной прибыли, мы вправе предположить, что она будет в дальнейшем такая же, либо из каких-то критериев может чуть-чуть измениться в большую или в меньшую сторону. Но мы убираем из анализа такие моменты, как какие-то вне реализационные расходы, доходы, курсовые разницы мы стараемся тоже не брать во внимание. И также очень тщательно подходим к амортизациям, потому что как рассчитать амортизацию, от этого очень часто зависит чистая прибыль на выходе. Она может очень сильно изменяться. То есть эти моменты мы убираем, работаем с операционной прибылью и прогнозируем все стоимости компании, исходя из реального бизнеса, а он именно оценивается операционной прибылью. — Что ж, большое спасибо за интересный содержательный ответ. У нас время подходит к концу. Я благодарю тебя еще раз за то, что согласился участвовать в нашей программе. С оптимизмом смотрим на будущее. — Конечно. — Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok